В Нижнем городе трудовой доблести Тагиле, в Тагилстроевском районном суде, под председательством судей Оксаны Белкиной, стартовал, по существу стартовал, громкий уголовный процесс над двумя полицейскими, в патрульном уазе-патриоте которых сломал шею до смерти Сергей Шамрин. В свое время это была очень резонансная драма, о которой мы не единожды рассказывали, но по устоявшейся традиции, позвольте в связи с началом суда взрыхлить фабулу в памяти. Дело было 29 января прошлого года в Нижнем Тагиле. 44-летний Сергей Шамрин с женой Юлей с утра съездил на могилу мамы, там дерябнул, и поехал в психушку, чтобы прокапаться после длительного запоя и отправиться в зону СВО. Но защитить родину ему была не судьба. На въезде в психбольницу номер 7, что в 25-м квартале, местный охранник Сергея не пустил, напирая на то, что клиент может приехать в психушку только на скорой. Даты Сергей стал агрессировать, махать руками, а в это самое время из психиатрической лечебницы выезжал ППСовский УАЗ-Патриот, в котором полицейские везли Максима Солового, прошедшего в дурке психиатрическую экспертизу. Заметив возле шлагбаума активного Сергея Шамрина, ППСовцы тормознулись, спросили, что к чему. Сергей поведал им о своем желании поехать в зону СВО, но был не понят. И двое полицейских, лейтенант Максим Анучин и сержант Павел Горшков, стали его паковать в Патриот. Делали это грубо, по сути, просто запхали человека в ограниченное пространство, так что голова Сергея оказалась на полу под лавкой, а ноги на стене УАЗика. Когда его привезли в 17-й ОПП на Тельмана 40, Сергей уже был мертв. По ходу некомфортной поездки он сломал шейный позвонок. Жена Юлия, увидев мертвого мужа, устроила вполне естественную, в такой дикой ситуации, истерику. Он синий, быстро, скорую, быстро, скорую, быстро. Он мертв, быстро, не живой, у меня голова синяя вся, вы что не видите что ли? Вы что, ребята, помогите, вызывайте скорую, быстрее. Посмотрите, вы что? Быстро, реанимацию, вызывайте, ну чего вы стоите-то? Уже вызывают. Ментов Анучина и Горшкова обвинили по 286-й части 3-й УК по трем ее пунктам АВГ. То есть это превышение должностных полномочий, группой лиц с применением насилия и с причинением тяжких последствий. А куда уж тяжче, человек-то погиб. Вилка наказания предусмотрена от 3 до 10 лет зоны. Уголовное дело направлено в суд по пунктам АВГ части 3-й статьи 286-го уголовного ухода с Российской Федерации. С указанной квалификацией сторона потепевшей согласна. Мы поддерживаем сторону государственного введения в этой части. А дальнейшее расследование уже будет покажет в ходе судебного следствия. И результаты, в каком результате, в итоге останется квалификация и вообще будут результаты рассмотрения всего уголовного дела. 2 февраля прошлого года обвиняемых закрыли в 3-й Нижнетагильский СИЗО. Однако через 9 месяцев в октябре, когда дело было уже практически полностью предварительно расследовано, судья сочла возможным отпустить клиентов под домашний арест. И вот сегодня в Тагилстроевском суде стартовал уголовный процесс над ППСовцами Анучиным и Горшковым, которые прибыли в суд самоходом. Выглядели бодрыми, временами даже веселыми, но, видимо, давно не виделись. Вину свою они так и не признали. Кроме них, судьи, гособвинители и секретаря в процессе участвовала вдова Юлия Шамрина и ее официальный представитель, адвокат Евгений Макаренко. А вот защитники подсудимых на первое заседание не явились. Один по семейным обстоятельствам, другая оказалась в другом судебном процессе, в Верхней Салде. Оба сильно, конечно, извинялись, но какой же процесс без двух адвокатов? Потому судья Оксана Белкина решила перенести заседание на 11 апреля. Все поняли, что процесс обещает быть долгим, но, естественно, согласились. Я считаю, что нет смысла не соглашаться, да, давайте перенесем. Благодарю, спасибо. Пожалуйста, подсудимый Горшков, не возражаете, как положение процесса? Не возражаю. Спасибо, присаживайтесь. А пожалуйста, подсудимый наручат? Не возражаю. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok